Троллейбусы в последнее время постоянные спутники ночной ласточки. Ежедневно в 10 вечера встречают прибывающих из Москвы пассажиров и развозят по разным районам. Но каждые три недели поезд проходит техосмотр и рейсы отменяются, а график движения муниципального транспорта остается неизменным. Сделать ночной рейс троллейбуса чуть менее убыточным решили участники группы «Транспорт Иваново», а заодно и ввести новую ивановскую традицию. Мы хотели совместить приятное с полезным и какое-то мероприятие провести любопытное, интересное для жителей и в то же время привлечь дополнительных пассажиров. Выбрали именно те даты, когда нет ласточки. Мы таким образом решили компенсировать нехватку пассажиров, их порядка 30 на все троллейбусы, которые за нашей спиной стоят, и пригласить всех желающих на экскурсию, попробовать самому роли такого народного экскурсовода. Встречаться раз в три недели, кататься по ночному городу, слушать интересные лекции, а в будущем, возможно, и музыкальные выступления, или просто общаться и любоваться ночными видами, а заодно помогать ивановскому троллейбусу. Интересно, романтично, благородно. В первой организованной поездке приняли участие всего пять человек, но вечерняя троллейбусная прогулка им так понравилась, что люди обещали вернуться через три недели с друзьями, чтобы провести время с пользой для себя и муниципального транспорта. Хочется не повторяться, и если рассказали о транспортных проблемах, то в следующий раз может быть что-то и другое выбрать в качестве темы подобного мероприятия, может быть, будет другой, так называемый, экскурсовод, какого-то человека позвать, который, может быть, о себе что-то расскажет интересное, чтобы было и людям, и постоянным нашим посетителям интересно это слушать. По 18 рублей с человека за проезд сумма посильная, но оно того стоит. Ночной город в окнах троллейбуса просто сказочно красиво. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.